С нового учебного года в российских школах будет изучаться предмет основы религиозных культур и светской этики. Обсудить вопросы взаимосвязи православия и образования за круглым столом в Екатеринбургском центре психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних диалог собрались участники Педагогического совета города и представители духовенства и епархии в главе с митрополитом Кириллом. Начиная с нынешнего года в рамках введения в школах предмета основы религиозных культур и светской этики, родители школьников по всей России имеют право выбирать для своих чат наиболее интересующий и близкий курс. Как ясно из названия, это может быть светская этика, основа мировой религиозной культуры, буддизм, иудаизм, ислам и, конечно, православие. Введение курса стало большим шагом вперед. Путь к этому был многолетним и непростым. И теперь, когда решена главная задача, перед педагогическим и родительским сообществом встают задачи новые. Не секрет, что в христианских семьях большую озабоченность вызывает вопрос, кто будет преподавать основы православной веры. Причина проста. Многие школьные учителя сталкиваются с областью мало для себя изученной, далеко не все они воцерковлены, а, следовательно, достаточно погружены в традицию компетентных теме, которую призваны грамотно и непредвзято донести до детей. У другой части населения также возникает вопрос, а не будет ли это миссионерской деятельностью в школе. Однако большинство уже четко осознает именно светский, а не богословский характер нового курса, признавая при этом, что русская культура коренится на православии. Поэтому мне представляется, на самом деле, очень важным, если мы найдем какое-то общее понимание в этом и постараемся, чтобы дети вырастали действительно любящими свою страну в том великом надообразии, в котором нам ее оставили наши предки. Чтобы улучшить взаимопонимание, углубить уровень знаний и ответственности работников образования, чтобы увеличить количество семей, выбравших для изучения их детьми именно русскую православную культуру, священнослужители начали проводить встречи с педагогическим советом в формате круглого стола. Кандидат педагогических наук, профессор Уральского государственного педагогического университета Станислав Погорелов объясняет, почему нравственность бездуховности никогда не приведет социум к достойной жизни. Вы должны понять, что нам надо совершить духовный выбор, прежде чем заниматься нравственным воспитанием. Мы что, в советское время не занимались нравственным воспитанием? А чем это закончилось? Извините, гитлеровская Германия те же ценности бросила. Патриотизм, сия, трудолюбие, уважение к старшим кончилось нервинским процессом. Поэтому для нас очень важно понимать, что бином этот не случайен, это не приговор, а серьезная проблема, цивилизационная, будет в наших государствах или нет. Остается надеяться, что директора школ примут необходимые меры для адекватной подачи православной культуры нашим детям, потому что для некоторых из них, наработавших многолетнюю практику преподавания нравственных норм, оказался шокирующим новый путь образования, включивший духовную составляющую. Если ребенок хочет, а самое главное, если хочет его семья использовать возможности веры, в том числе и православной, конечно, мы должны помочь в этом. Та фраза, которая звучала в наших отношениях в последнее время, что без православия нет нравственности, она очень многих, ну скажем так, напрягает в какой-то мере. Стоит, пожалуй, еще раз отметить, что никто не собирается насаждать православную веру или любую другую в рамках предложенного курса, тем более посягать на духовную свободу ученику. Однако, чтобы не оказаться в стране, молодежь которой все менее понимает и ценит родную культуру, становясь все более восприимчивой к влиянию извне, необходимо поддерживать и развивать свои собственные традиции. Нельзя быть христианином по принуждению, то есть люди свободны в этом смысле. Но вот эта свобода, она же предполагает некую ответственность, и в России можно быть кем угодно. Но нельзя быть враждебным православием. Вот о чем идет речь. Иначе гражданином России быть нельзя. Иначе гражданином России быть нельзя.